Не успели Тверь очистить от первого снегопада, как стихия вновь обрушилась на регион. Весь вторник в Тверской области шел снег, и только к вечеру ситуация изменилась. На дороге региона вышло около 300 снегоуборочных машин. Как со сложившейся ситуацией справляются коммунальщики в Твери? Наталья Чекет продолжит тему. Транспорт стоял из-за выпавшего снега, хотя к предстоящим осадкам начали готовиться заранее. Техника вышла на уборку снега в ночь с 6 на 7 декабря. Но на дорогах все равно образовались заторы. Машины стояли в районе речного вокзала, Красинского моста, улицы Горького и Орджоникидзе. Затруднено движение было на Санкт-Петербургском шоссе и по улице Шишково, а также в других частях города. Где стояли? Ой, на Балакаламке. А сколько, как долго вообще? Слушайте, ну так не застекало, конечно, но, наверное, три светофора пропустило. Как дорожную обстановку оцениваете? Очень плохая, дороги не чистятся у нас, и, видно, никто не желает убирать. Думают, наверное, когда снег полностью выпадет, тогда и будем все убирать. Благоево, из-за того, Ростепаново, ну и Горького. Дороги у нас не чистят, сразу скажу. Вообще не чистят. Такое ощущение, что у нас дорожников нет. Непривычно, конечно. 1 декабря были заторы, вот мы простояли. Сейчас полегче, сейчас получше расчистили. Разворачиваться тяжело, конечно, вот эти трамвайные бывшие пути не расчистили, а так, ну, получше уже, да. Разгул стихии заснеженной дороги привели к росту числа аварий на дорогах. В ГИБДД Тверской области рассказали, что в сравнении с ноябрем этого года ДТП на дорогах без пострадавших выросло с 250 до 350. В целом мы видим, что количество ДТП все-таки увеличилось. Причем, если говорить о в областном центре, то это увеличение незначительное. То есть у нас как в областном центре было порядка 50 ДТП в сутки, так оно, в принципе, и осталось, там плюс-минус 5 ДТП. С чем это связано? Не все водители перешли на зимний стиль вождения. Мы понимаем, что при выпадении осадков в виде снега у нас состояние покрытия дорожного, оно сильно меняется. Даже если его своевременно очищают и обрабатывают, то все равно холодное покрытие по своим функциональным эмоциональным качествам отличается от летнего покрытия. Поэтому надо быть к этому готовым. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов быть внимательнее. Водителям следует держать увеличенную дистанцию и двигаться с меньшей скоростью, а также отказаться от резких маневров на дорогах. Администрация Твери сообщила, что МУП ЖЭК в усиленном режиме проводит работы по содержанию уличной дорожной сети, Работа по расчистке и обработке улиц города проводится и днем. В дневное время работают свыше 20 единиц техники. Дворники обрабатывают остановки и тротуары песко-соляной смесью. В соответствии с государственным стандартом очистка улиц и дорог должна начаться по окончании снегопада. Во время выпадения осадков проводится патрульная очистка и обработка противогололюдными материалами. Техника МУП ЖЭК продолжит работу на улицах города круглосуточно. В дальнейшем режим будет зависеть от погодных условий. Однако стихия настигла не только автомобилистов, но и пешеходов. Некоторые были возмущены неочищенными тротуарами. Да вот пройти нельзя, тут все завалено. Тротуары по очищенной дороге? Ну, я пока дискомфорта не почувствовала. Для пешеходов вообще сложно. Для машин еще более-менее, наверное, а для пешеходов сложно. А во дворе у вас как? Во дворах так же. У нас частный дом. Мы сами почистили, да, сами пошли. Ну, здесь у нас нет частной собственности, поэтому жители не выходят, наверное, чистить. А жаль. Понятно, что можно сидеть и жаловаться или прыгать по сугробам во дворах. А не проще ли собраться с лопатами вместе и очистить придомовую территорию? Это может стать отличной возможностью с пользой провести время и сблизиться с соседями по подъезду. Продолжение следует...